Расскажите о своем самым неловком случайном физическом контакте с противоположным полом. Один раз шла по коридору на работе, а там разговаривали парень и девушка, которых я никогда раньше не видела. Когда я подошла к ним поближе, парень вытянул руки и типа жестом показывал «проходи», а я на какой-то хрен обняла его. После этого я не знала, что делать, и просто двинула дальше. Больше я этого чела не видела никогда. Обедаем с коллегами в Твин Пикс. Симпатичная официантка почему-то дает нам всем пять. Настает очередь моей пятюне, но в этот момент кто-то называет ее имя, она отворачивает голову, плечи и опускает руку. Остановиться было никак, я уже был в движении. В итоге дал пять ее титьке. На глазах у моего босса и коллег. Судя по ее взгляду, она поняла, что это произошло случайно, но менее неловко нам с ней от этого не было. Один раз, когда я дурачился со своей будущей женой, я попытался страстно повалить ее на спину, она была сверху. Однако я неправильно оценил ширину кровати и с силой впечатал ее головой в прикроватную тумбочку. Я гулял по городу в самое оживленное время в году. В августе население увеличивается более чем в два раза, а тротуары полностью забиты туристами. Мой рост всего 122 сантиметра, у меня карликовость. Зато у меня есть преимущество. Я могу протискиваться сквозь вас, долговязых гигантов, поэтому я уклонялся и нырял в довольно быстром темпе по сравнению со всеми остальными. Вдруг я заметил в толпе женщину, которая шла впереди и разговаривала по телефону. Она была очень высокой и на шестидюймовых каблуках. Я на миллисекунду залюбовался ее потрясающей фигурой в облегающем платье, прежде чем попытался проскочить мимо нее, но она сделала шаг в ту же сторону и полностью остановилась на своем пути, как я предполагаю, реагируя на разговор по телефону. В итоге я смачно впечатался лицом в ее задницу. Она обернулась и в шоке заорала на меня, как по мне разумная реакция. Я почувствовал, что мое лицо покраснело от ужаса, пробормотал «извините» и быстро скрылся в толпе, прежде чем она бы успела сделать что-то еще, например, дать мне пощечину. Я был в магазине, подкрался к сестре моей девушке и ударил ее лодочным веслом в отместку за то, что она до этого ударила меня веником. Прямо по заднице. Мы были молодыми и глупыми. Пока я бормотал что-то умное типа «на че, съела?», она обернулась и оказалось, что там дама лет сорока в таких же джинсах и розовой рубашке. Я основательно извинился и все ей объяснил. Она нормально к этому отнеслась, так как ей польстило, что я сказал, что со спины она выглядит как подросток, причем так многословно. А моя девушка и ее сестра в это время просто наблюдали за всем происходящим соседнего ряда и не предложили никакой помощи, и не подтвердили то, что у них был одинаковый прикид. Ехал в чрезвычайно переполненном метро, прижавшись спиной к стенке. На одной из остановок ко мне протискивается какая-то красотка и со всего размаха впечатывает свою задницу в штанах для йоги прямо мне между ног. Мне некуда было деваться, и я был без понятия, стоит ли мне что-то сказать или нет. Также я не мог понять, что будет грубее, если у меня встанет или нет. До моей станции оставалось всего три остановки, но это были самые приятные три остановки, которые я когда-либо проезжал в метро. Женщина вставала, чтобы выйти из трамвая, но вдруг упала мне на колени, потому что водитель решил проехать еще метр в сторону остановки. В старших классах была одна девушка, в которую я был по уши влюблен. Я почти уверен, что влюбленность была взаимной, и хоть никто не предпринимал никаких шагов, мы много общались и гуляли вместе. Ну и короче, один раз мы пошли с друзьями в ресторан, и она села рядом со мной. Внезапно она наклонилась так, что ее голова оказалась практически у меня на коленях. Я тупо замер и решил, что она таким странным образом выражает свою симпатию. Но вдруг она сказала, ты не мог бы подвинуться? Я кое-что уронила. Я такой, аааа. И тогда она добавила, погоди, а ты что подумал? Чутка неловко, когда она думает, что ты решил, что она собирается сделать тебе омлет прямо посреди ресторана. Так или иначе, мы все еще хорошие друзья. О, это просто. Пошел на спектакль, где играла моя подруга. Так совпало, она обнажалась на сцене, что было для меня полной неожиданностью, но я не жалуюсь. После спектакля я пошел поздравить ее. Хотел обнять, но случайно полапал ее за грудь. И никто из нас ничего не сказал. Мы, как и полагается, сделали вид, что ничего не произошло, хотя внутри я был в полном шоке. Да как, черт возьми, вы хватаетесь за грудь, пытаясь обнять девушку? У вас что, настолько длинные руки, что они полностью огибают ее? Или вы идете за объятиями, вытянув руки прямо перед собой? Я не понимаю, как это происходит. Были на экскурсии с классом и проходили через дом с привидениями. Вдруг одна из моих симпатичных одноклассниц, которую я едва знал, чего-то испугалась и прыгнула ко мне на руки. Я офигел, но все же поймал ее и рукой схватился за сиську. Теперь стрёмно было и мне, однако она была так напугана, что всю оставшуюся часть пути не отпускала меня и висела на мне, как ленивец. Под конец я опустил ее на землю, кивнул ей и поковылял прочь. Мне кажется, за всю оставшуюся учебу в школе мы разговаривали, дай бог, еще пару раз. Это случилось несколько недель назад. Мы были на пляже, я купался в довольно темной воде со своими друзьями. Важно сказать, что у меня есть один друг, который любит делать всякую гейскую фигню, например, стягивать штаны, хватать тебя за причиндал, щекотать твои шары, пытаться засунуть свою ногу тебе в задницу и так далее. Мы плескались и плескались, как вдруг я почувствовал, что мне в задницу входит что-то вроде колена. Я, конечно же, решил пернуть на него, так что ухватился и начал прижиматься сильнее к тому, что пыталась оказаться в моей заднице. Но затем я нащупал длинные волосы и в этот момент моя улыбка превратилась в лицо типа ой-ой. Далее я наблюдал за тем, как из воды вынырнула 12-летняя девочка. Она смотрит на меня, несколько раз кашляет, потому что ее лицо было прямо у меня в заднице, а потом просто уплывает. Мне было 12, может 13, дома у подружки, в которую сильно влюблен. У нее было баскетбольное кольцо, и она спросила, играю ли я. На моем лице появилась дьявольская ухмылка, я мгновенно встал на защиту. Она притворяется, что заходит слева, бежит справа, она слишком медленная, делает перед моим носом бросок, как будто я для нее какая-то сучка. Да пошло оно все, я выбиваю мяч так, как будто на меня смотрят тренер, моя мать и Иисус. Она пытается поймать мяч, большая ошибка, она падает сильно, я падаю на нее еще сильнее, уши прибра. Окровавленные коленки и локти, она не разговаривает со мной до самого выпускного класса и рассказывает об этом каждой девочке в школе. Но я все так же непобедим. Мы с двоюродной сестрой ходили в одну старшую школу. Один раз мы были на школьных танцах или типа того, и я заметил свою кузину в другом конце спортзала. Я подкрался к ней сзади, поднял ее за талию и побежал с ней через весь спортзал, просто чтобы немного поугарать. После того, как я поставил ее на землю, я понял, что это не моя двоюродная сестра, а вообще хз кто. Был в кабинете врача, меня осматривала симпатичная ординаторша, примерно моего возраста. Явно нервничавшая из-за физического контакта, она постоянно спрашивала согласие на все, что связано с прикосновением. Включая такие вещи, как измерение моего пульса и использование стетоскопа. Затем в какой-то момент, когда я сижу на столе с рукой на углу, она наклоняется ко мне, чтобы глянуть мое ухо, и ее промежность упирается в мою руку. То есть мой кулак полностью оказывается ее в верблюжьей лапке. Я не пошевелился и ничего не сказал, чтобы не сделать ситуацию еще более неловкой, и сделал вид, что ничего не заметил. Думаю, она тоже делала вид, что ничего не замечает. Я случайно ударил свою жену по голове во время коэтуса. Это был несчастный случай, но я ударил ее реально мощно. Она некоторое время потеряла лоб, а потом уставилась на меня в полной тишине. В ту ночь мне так и не перепало. Буквально вчера мы делали групповое фото для стажера, у которого сегодня последний день работы. Нас было всего четверо, мы сели рядом с ним. А наша офисная Милфа пролила что-то на свою блузку, и на ее рубашке в области сисек появилось большое мокрое пятно. Она сказала, мне придется стоять на фото вот так, чтобы никто этого не заметил. Она повернулась боком и уткнулась своей грудью в мою руку. Я ехал в трамвае и витал где-то в облаках, слушая музыку. Тут на сиденье рядом со мной опустилась женщина. К моему ужасу, того не осознавая, моя рука лежала на этом сиденье. Женщина вскочила, окинула меня грозным взглядом и пересела на другое свободное место подальше от меня. Еще несколько человек окинули меня недобрыми взглядами. А я просто сошел на следующей остановке, чтобы прекратить свой публичный позор. На прежней работе я однажды потянулся, а мимо проходила моя начальница в коротком платье. Случайно коснулся ее задницы, почувствовал что-то теплое и в шоке вздрогнул. Увидел, что она стоит слева от меня, краснеет и улыбается, а моя коллега справа смеется. Больше мы никогда не говорили об этом в офисе. Работал в ресторане, у меня была суперстервозная начальница. Однажды ночью она поскользнулась на жирном полу и упала бы вниз с 25 металлических ступенек, но я успел схватить ее. Возможно, спас ей жизнь и точно уберег от переломов. Она поблагодарила меня и смеялась, но мои руки в этот момент сжимали обе ее сиськи и держали их так, будто от этого зависела жизнь нас обоих. После этого с ней стало намного приятнее работать. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео расскажите о своем самом неловком случайном физическом контакте с противоположным полом. И не забудьте посмотреть наши другие выпуски. Обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok